Всем привет, меня зовут Юля, и я ненавижу сниматься в видео. Но это было раньше, сейчас я в целом нормально к этому отношусь. Для начала хочу немножечко рассказать о себе. Меня зовут Юля, привет познакомиться. Я родом с города Балакова, это Саратовская область. Город вообще небольшой, поэтому не факт, что вы вообще про него знаете. Кстати, потом я переехала в Саратов, и вот уже как три года назад я переехала в Москву. А что еще рассказывать? Я, если можно так сказать, довольно-таки творческий человек. Мне нравится дизайн графический, именно в фотошопе, то есть там не интерьеров или одежда, хотя одежда мне тоже интересна. Но именно принты какие-то, как выглядят, то есть я не умею шить. Также мне нравится фотосъемка, видеосъемка, монтаж. Монтаж очень люблю. Ну и всякие такие прилагающиеся к этому всему вещи. Но как же так вышло, что я вообще здесь снимаю себя, и вообще что я здесь делаю? Ну ладно, если вы пришли из шорцев, то вы знаете, что я снимаю шорцы. Всякие забавненькие видосы, смешные, лайв-контент, еще что-то. Но раньше, чтобы я где-то снялась, это, ну, нереально было. То есть, если где-то меня кто-то пытается сфоткать, я еще, может быть, такая, ладно, хорошо, сфоткайте. Но видео... И меня здесь нет. Я очень сильно не любила их сниматься в видео, я не знаю, почему, просто вот такой комплекс был. И сейчас как раз хочу поговорить об этом, как я все-таки пришла к тому, что я снимаю видео, и сейчас вообще говорю, отвечала на YouTube. Надеюсь, вам будет интересно. Как я уже сказала ранее, мне нравится графический дизайн, им я начала заниматься лет за 12 вообще. Да, настолько все плохо или хорошо. Ну, в общем, вы поняли. Мне было все это интересно, и в то же время мне нравились фильмы в плане не просто так, о, классно, я киноман, люблю смотреть фильмы, хотя это тоже было. Но мне еще нравилось смотреть за операторской работой, за монтажом. Я на каком-то интуитивном уровне понимала, как правильно снимать, как монтировать, в какой момент обрадить кадры. Мне это нравилось, но к съемке, монтажу я пришла вообще через много лет, и это, кстати, вообще связано не было, по сути. И вот пришло время, я переехала в Саратов, у меня где-то же в это же время появился фотоаппарат, и я начала фотографировать. И такая, все, я буду крутым фотографом. Чтобы вы понимали, тогда фоткали все просто. Это было, я не знаю, что бум фотографов или что. То, конечно же, у меня ничего не получалось. Не потому, что я лох, хотя, может быть, и поэтому. Но просто для меня это было, когда прикольно, я хочу. Но лень. Мы, знаете, так, с подружками фоткались что-то там, пытались прикольное. Мы просто такие выходили, давай пофоткались, давай пофоткались на аватарку. И вот я переехала в Саратов, через какое-то время так уж вышло, что, не знаю, судьба связала меня со съемкой и монтажом. Мне это прям реально очень нравилось, наверное, больше, чем что-либо вообще, чем я занималась, какими-то увлечениями и хобби. Как раз там уже сказалось то, что мне нравились фильмы, потому что я прям реально как будто чувствовала, как надо монтировать. Есть некоторые правила по типу восьмерки. Это когда... Не важно, что это, как, когда, но прикол в том, что я его понимала на интуитивном уровне. Я не знала, что такое правило есть. Я понимала, что надо так. Ну что, скорее всего, наверное, это правило, как оно там называется, я вообще не знаю, но как бы надо снимать так. Я, может быть, даже сейчас покажу парочку своих работ, которые я в то время делала. И параллельно с этим всем мне очень нравились видеоблогеры. Я смотрела YouTube, и мне нравились блогеры именно вот с такой подачей, как Марьяна, Ро, Ивангай, ну в то время, когда они были, Катя Клэб. Прикольно, весело, ты расслабляешься, тебе смешно где-то. Это очень прикольно было, и я такая думаю, блин, круто, я хочу так же. Но я такая, я чтобы снимала видео на YouTube сама. Я часто могла себе представить, как я реально веду YouTube-канал, что я такая смешная, что меня смотрят. Но это всегда оставалось где-то в каких-то там мечтах и так далее. Но, так как мое желание было очень велико, чтобы что-то такое делать. Может окно закрыть? Оно, наверное, шумит. Офигеть, тихо стало. Я очень хотела всем этим заниматься, но я не видела себя, что я могу что-то снимать. Тем более, кто мне будет снимать? Я при людях вообще не могу, чтобы меня снимали, а кто-то что-то делала бы, что вообще нет. На тот момент я уже встретила ребят, которые хотели сниматься, но они сами не умели монтировать и снимать. И мы как-то законнектились и начали там снимать разные видосы на канал. Но это все в прошлом. Потом так уж вышло, что наши пути все разошлись. Не буду уточнять почему, но там типа ничего плохого не было. Капец, ухо заложило, ай! Потом у нас образовалась какая-то такая команда людей, которые и снимали, и монтировали, и снимались. И мы часто придумали какие-то скетчи прикольные, смешные. Тоже сейчас будет ставочка. Светка, я люблю тебя! Вы мешаете нашему бизнесу, а мы не любим, когда мешают нашему бизнесу. Именно отсюда распространяется аудио-дурман, заставляющий людей кривать на себе джинсы и рассекать в мокрых розах, где бы они ни были. Музыка Нет! Нет, ты выбежишься! Нет! Нет, как я подземельно сказал. Да. Как это нет, блин, сказать? Нет! Нет! Пойдет? Пойдет! Нам было вместе всем очень классно, мы дружили прям, и как-то, я не знаю, у нас такая была все творческая атмосфера. И вот настало время мне переезжать в Москву, осталась неделя до моего переезда, и мы как-то компанией решили снять тоже скетч, типа, типа напоследок. Это была вторая часть другого скетча, но суть не в этом. А потому, что я решилась там сняться сама по своей воле, но потому, что я уезжала от ребят, и мне было грустно. У меня там толком даже слов нету, я там, ну, не считаю, что я там отыгрываю как-то круто, но для меня это тоже было какой-то такой мини-победы, что я там снялась. И как воспоминания тоже. А вы к кому? Ну что, липкая черепашка, попался в мою ловушку? Ты полез на мой бизнес, теперь реально здесь лежишь. Давай, сдавайся, один шанс даю. Не дождешься. Где-то вот в это вот все время я создала тик-ток и снимала туда, как я играю в Fortnite. То есть ни себя, ни какие-то тренды, то есть моего лица не было вообще. Капец, меня ухо сдолбало! Я переезжаю в Москву и начинаю уже снимать видео с лицом в тик-ток. Сейчас я вам покажу мой первый тик-ток с лицом, и я просто в офиге от того, какая у меня мимика странная. Но, типа, сейчас не скажу, что у меня офигеть какая крутая мимика, но, конечно, лучше, чем было тогда. Но, опять же, мой тик-ток остается игровым, то есть я снимаю именно про Fortnite, начала делать какие-то там косплеи. Кстати, всем привет, кто помнит меня, добытчицей. И тогда мне это начало реально очень нравиться, вот снимать тик-ток. И я подумала, блин, а было бы круто еще и стримить. У меня еще аудитория начала расти, так я думаю, блин, круто бы постримить. И Epic Games мне разрешает играть на маке, а у меня только маг был. Еще была плойка, но на плойке я пробовала стримить, это был какой-то ужас, я всегда психовала. Я психовала того, как вообще играть с джойстикой этого геймпада. Еще и стримить там, вообще какой-то кошмар был. Какое солнышко красивое падает. Ух ты, тень. Сейчас будет красивый закат. Ну, кстати, прикольный свет, и типа красивый. Инстапотка, инстапотка. Ладно, я вам пока сердечко сделаю, пока здесь красиво. Я тогда очень хотела стримить, но, как понимаете, возможности у меня не было. Я пошла работать в компьютерный клуб. Я там работала админом, и еще я снимала тик-ток. Их именно, вот, прям создала тик-ток, и снимала им тик-ток игровой. Я уже шарила за игровой тик-ток. И они мне говорили, что когда они сделают стримерскую, то я там буду стримить. В итоге это все, конечно, по жопе пошло. Но это не важно, история не об этом. Но был прикол, что я реально могла работать каждый день и по 12 часов. То есть рабочий день был 12 часов. Это мне еще надо до туда доехать и приехать обратно домой. И в один из выходных я снимала себе видосы на всю неделю вперед, а я укладывала по 2-3 видосы в день. Потом в моей жизни случился один неприятный момент, из-за которого я не могла около недели ничего себе снимать. Просто у меня, опять же, не было возможности. Ну и, соответственно, у меня аккаунт просел по активности. И в следующий раз, когда я выложила видос, он не зашел вообще. Я такая думаю, ничего страшного, ничего страшного. Я уже еще два сегодня. А завтра еще три. Послезавтра еще. Я так выкладываю, выкладываю, мне ничего не заходит. Я такая, блин. У меня пришло сообщение на аккаунт, что меня тик-ток аннулировал. Я не знаю, что это значит до сих пор. Я просто не понимала, что происходит. У меня подписчики убавлялись по тысяче. Тысяч 50 у меня было. Но это чисто на Фортнайте. И у меня вот так вот по тысяче каждый день убиралось. И это вряд ли были отписки. Это, скорее всего, именно тик-ток вот как раз обнулял. А, блин, минус глава. Извините за то, что я такая эмоциональная. К моменту, когда у меня уже вся фигня с тик-током была, я уже нигде не работала. И могла себе позволить как бы. Я уже к тому времени собрала комп. И уже стримила. Сейчас вернемся немножко назад. К тому, когда я работала в компакт. Там я познакомилась с чуваком по имени Саша. Если видите постоянно в моих видосах какого-то пацана, это вот как раз Саша. Он тогда не снимал тик-ток. И удивлялся от того, что у меня 50 тысяч. Мы общались. Он никогда мне не просил там что-то под его трек взять. Да, кстати, вот я треки писал. Сейчас тоже пишут, но вот тогда он только треки писал. Он не просил снять. Он боялся, что я подумала, что он со мной общается из-за 50 тысяч в тик-токе. В общем, странный такой чел был. Теперь обратно в будущее. Мы тогда в то время хорошо так подружились с Сашей. Прям стали друзьями такими. С чем я с от такими так много говорю? В общем, мы стали хорошими друзьями. И наш общий знакомый предложил нам вместе снимать тик-ток общий. То есть там были я, Саша, этот чел и его девушка. Мы начали снимать. И снимали всякие мемы, приколюхи. Там, туалетный юмор. Но до того, как мы начали снимать, Саша отказывался. Из-за того, что в этой компании была я. Хотя мы с ним дружили. Тоже к себе вопрос, Александр. Ну ладно, у него типа была причина, потому что у меня типа 50 тысяч. Потом у меня в жизни произошла трагедия, о которой, может быть, я вам позже как-нибудь расскажу. Но не сегодня. Потому что сегодня у нас позитивный такой вайб. А там не позитивный. Я тогда ушла в депрессию, но не так, чтобы игнорировать кого-то. Там неделями сидеть дома и с кем общаться. То есть не настолько, а как бы внутри у меня было. Я просто поняла, что если я сейчас одна останусь, то я уйду просто в жесточайшую депрессию. И на этом фоне я решила работать. И снимать вот так тик-ток. Каждый день мы снимали. И, короче, там тоже такая тема вышла, что те вот парень-девушка, у них были в приоритете учеба-работа. Поэтому они постепенно переставали там приходить, и мы не снимали. И тогда мы создали Саше личный аккаунт и снимали уже ему. Ну и, как вы понимаете, себе я забросила аккаунт совсем. Потому что я не понимала, что мне с ним делать. У меня ничего не заходило. Мне фигово было. Я создавала тогда чуть ли не каждую неделю новый аккаунт. У меня ничего не заходило. Ну, короче, была такая типа странная тема. И я думала, что все, жесть, у меня уже ничего не получится. И вот я погрузилась полностью в работу на аккаунт Саши. Мы снимали туда по 5 видосов в день. Причем это все были разные типы. Повы, танцы, лайф. Ну, короче, разные были. И я все время свое тратила на это. Саша тоже. Все это начиналось ровно 2 года назад. Это был май. К Юлю у нас уже было 500... Ну, Саша. Ну, хм... Было уже 500 тысяч подписчиков. Мы капец как радовались. Под конец лета нас позвали в хаус. Мы туда переехали. Было все прикольно и круто, классно. Я там была как оператор-монтажер. То есть я их снимала другим ребятам. Снимала на общий аккаунт хауса. Снимала также Саши. И у меня вообще не было времени снимать на свой. А если я их снимала... А я снимала, потому что вокруг как не тиктокеры. И ты как бы и живешь в том, что все вокруг всегда снимают тиктокеры. Но опять же, у меня там практически ничего не заходило. Я успокаивалась тем, что я сейчас занимаюсь другими вещами. Поэтому нет времени на свой. И я себе делаю так тяп-ляп. Ну, так прошел год. Потом заблокировали тикток. Тоже очень прикольно. Я думала, все, я вообще больше не буду снимать тикток. И полгода назад мы поехали в Казахстан. Где темнеет нафиг, чел-чел темнеет. Из-за того, что у меня нет никакой блокировки, это был такой кайф. И я с кайфом снимала. Мне так все нравилось. Мы там еще, ну, по сути, отдыхали. Солнце уже заходит. Нафиг уже темнеет. Ё-моё, что делать? В Казахстане у меня стали видосы заходить. Я очень сильно радовалась. По приезду снимала тоже. Я продолжала дальше так снимать себе тикток. Но из-за того, что была зима, мне... Меня дико бесил холод. Я не могла снимать на улице. И не думала. Ну, вот месяца 2-3, наверное, уже я активно снимаю тикток. Прям по 3-4 видоса в день. Не стараюсь выкладывать. Начала тоже грузить шорсы. Причем шорсы я гружу давно. Но, как бы, они не заходили. Поэтому очень сильно радуюсь. А еще больше радуюсь тому, что люди пишут. О, ура, новый видос. Я просто думаю, офигеть, кто-то что ждет видосы? Вся моя эта история была к тому, что, как видите, в самом начале, давным-давно тогда я боялась сниматься. Я не видела себя в кадре. Я хотела где-то в мечтах. Но это осталось только в мечтах. То есть, я не могла реально даже... Я даже не пробовала, чтобы вы понимали. Ребята, я совсем забыла вам сказать, что я сейчас до сих пор занимаюсь съемкой видео. И она выходит на более такой, как бы, хороший уровень. То есть, вот сейчас вы видите клипы, которые я снимала. Бум-бум. Я прописанный сценарий, где я любимый парень. Поэтому мой вам совет. Не бойтесь, исполняйте свои мечты, идите к своей цели. Будьте счастливы. Вы же все самые хорошие слова, которые можно сказать. Всем пока. Я на кухне. Ладно, всем пока. Ой. Да блин, у меня все криво нафиг. Короче, всем пока. Вот вам сердечко-половинка. Типа вы так тут ставите, и мы типа сердечко целое делаем. Все, пока, короче.